28 марта бывшего гендиректора, рухнувшей компанией FTX, Сэма Бэнкмана Фрида, приговорили к 25 годам тюремного заключения, однако даже такой срок криптосообщества сочло мягким. Генеральный партнер Асимметрик Дэн Хельт заявил, что приговор был недостаточно длинным, учитывая его действия и фактически причиненный ущерб. Главный юрист-консультант фонда Вариант Джейк чертовски сравнил приговоры СБФИ и Роса Ульбрихта, который получил два пожизненных срока и 40 лет за создание даркнет-маркетплейса Silk Road. «В общем, это несправедливо», — написал он бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден. «Удивился мягкому вердикту в отношении Бэнкмана Фрида. Черт побери, они дали ему за гораздо худшее преступление меньше, чем Челси Меннинг», — отметил Сноуден. На момент написания данного ролика данный пост уже был удален. Руководитель отдела развития Этена Лэпс Серафим Чекер провел параллели с делом разработчика Торнадо Кэш Алексея Перцева, которому грозит до 5 лет тюрьмы. «Разве это вас не сводит с ума? СБФИ обманывает весь мир и получает 25 лет. Возможно, даже выйдет досрочно. Перцева под суд за написание смарт-контракта на с ним обращаются так же или хуже», — добавил Чекер. «Приговор Бэнкману Фриду может стать концом неудачной эпохи для криптоиндустрии», — считает руководитель отдела по связям Альтап Кэпитал Майкл Зильберберг. А вот один из инфлюенсеров подчеркнул, что срок СБФИ короткий, но все же значительно больше, чем время существования криптоиндустрии. Ну здесь, дорогие друзья, я ничего говорить не буду, я не судья, и у меня нет права выносить какой-то приговор. А свои мысли можете оставлять в комментариях, будет очень интересно почитать, как вы относитесь к данной ситуации. Данную новость я решил сегодня просто прочитать. А вот, тем временем, мем-токен с Сэмом до и после вынесения приговора немного так подрос. Запущенная на несколько часов до суда L2 решения Бэйс, монета Сэм Бэйс Мэм Фрид, стикером FTX выросла менее чем за сутки на 23 300%. Вот так вот получается, на чужом счастье, либо горе, можно заработать еще больше, чем, наверное, заработал Сэм Бэнкман Фрид. Будьте крайне осторожны с такими активами. Я не советую покупать сверхвысокорисковые активы такого рода, сам раньше этим занимался, обжигался и теперь могу давать какие-то рекомендации. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Ну, в принципе, у меня на сегодня все, встретимся завтра.